Сегодня все на позитиве, все так вроде бы складывается, да, там и команда там вроде, ну, живет, там. Захожу 20 минут до раскатки, пустая раздевалка, я такой, типа, ну, просто, я никого не ищу, не это. Захожу в переодевальную, а там люди сидят, места нету, где сесть, люди сидят в телефонах. Самое интересное, что время 9 утра, кому можно писать? Ну, просто, вот, кому можно вот так усердно сидеть, написывать, у тебя 20 минут до раскатки. То есть, ну, это же подготовка, это твоя готовность, ты вместо того, чтобы там пойти там с шайбой поработать, там, я не знаю, с мячиком, потянуться, растянуться, люди сидят в телефонах. Привет! Ну, мне этого не понять. Хоккеисты, что вы делаете? Какие телефоны в день игры? Николай Лемтюгов этого тоже не понимает и очень сильно переживает, тем более Атлант проиграл последний матч в октябре. Атлант, напомню, в прошлом сезоне совершил невозможное и вышел в золотой дивизион. Причем они попали в элитную кампанию не с первого места, а переиграв красную армию в серии плей-ин. Но в МХЛ не бывает стабильных составов. Вот и подмосковный клуб покинуло больше дюжины человек. У кого-то вышел возраст, кто-то перешел в другую команду. С прошлой весны все лето Николай Лемтюгов просматривал игроков, искал сочетания. Но пока не может собрать единый коллектив. Не ожидал, что так будет тяжело после перестройки в команде. 17 человек ушло, 17 новых. Почему-то как-то мне казалось, что это более плавно должно пройти. Может, самоуверенность какая-то и моя сыграла. Ну, не знаю. Однако, иногда бывают светлые моменты. Например, взяли бал в Ярославле, победили в Бавруйске сильного соперника. Но ведь при этом были поражения от Академии Михайлова на своем льду. Два поражения от Алмаза. Впрочем, тренер продолжает верить. Я до конца все равно остаюсь верен в том, что можно все еще переломить. Мы сыграли еще только 14 игр. Еще 40 игр можно, я думаю, что-то из этого выжить. Но опять же, если в первую очередь команда не опустит руки. Открою тайну совсем недавно. Николай прислал мне сообщение, где грозился занять 5 место в золотом дивизионе. Что ж, я буду в это верить. А вот в крылья советов я совсем не верил. Думал, что у молодого тренера не будет получаться в дебютном сезоне. Ошибался. На прошлой неделе хоккеисты Крыльев Советов победили на своем льду Московская Динамо, которая в тот момент как раз лидировала в золотом дивизионе. Причем это была не случайность, не отскок. Это был справедливый успех клуба. В этот день они были лучше сильнейшего западного коллектива. Главный тренер, крошик Семен Голиков, пока очень сильно радует. Но откуда это? Мы ведь с вами не ждали этого такой легкости. В начале сентября, когда мы 4 проиграли подряд. И вдруг все изменилось. Октябрь шикарно, одно поражение только. Ну да, начало было тяжелое. Играли с лидерами нашей конференции, с нашими прямыми конкурентами. Наверное, все-таки то, что мы с вами разговаривали, уже все-таки предсезонка нам немножко вскружила голову. Из-за этого такое начало было. Особенно, да, там и две победы такие. И над Красной Армией, и над Ступино. Поэтому, наверное, все-таки вот этот момент сказался. Объяснение так себе. Ведь в начале чемпионата никаких лидеров и не было. Таблица была пустая. Мне кажется, что тренер пока просто не осознает того, что он делает. То есть работает честно, правильно занимается с хоккеистами. Вот и идут победы. Но никакой сенсации. Отметим, что появились и хоккеисты, которые внезапно взяли на себя ответственность. Например, кто мог сказать, что Матвей Смирнов будет бороться за звание лучшего бомбардира всего турнира? Он вообще был близок к тому, чтобы завершить карьеру. Ты в СКА Карелии играл? Да, мучение то еще было. Как ты выбрался-то оттуда? Тяжело было. Тяжело, да. Особенно тренер там мой самый любимый был. Ну, в кавычках, естественно. Сейчас он в Арктике. А их несколько было? Да, но они просто по очереди менялись и все. Но мой любимый сейчас в Арктике работает. Трудец там. Как фамилия? Ичинский. Да, был такой. А там я слышал, вас обвиняли в чем-то непристойном после каких-то поражений. Ну, типа да, то, что специально сливаем матчи. На самом деле, ну, просто это тренерские ошибки были. Они сами проигрывали игру и все. Так-то команда неплохая была. Скажи, вот ты был же в НМХЛ, да? В Брянске? Да, да. СКА Карелии, ну, многие бы на твоем месте уже подумали о том, что надо заканчивать. Возможно, да. Да, да, просто повезло все равно, наверное, в каждой команде, даже если взять МХЛБ, все равно в любой команде один игрок довыделяется. Вот, просто нет такой возможности. Ну, просто у меня повезло получилось. Вот, где-то дорабатывал и все. А кто мог предположить, что Никита Мыльников начнет забивать практически в каждом матче? Вы знали, что Никита из той знаменитой вратарской семьи, но при этом стал форвардом? И хоккеист объясняет, почему так. Чего ты не во вратарской форме? Не знаю, скучно, скучно стоять там. Скучно? Ну, не пробовал наверняка. Ну, в детстве, да, пробовал стоять. Но еще там, когда маленькие, пока до тех врат доедут, полчаса пройдет и обратно. Просто стоишь, ничего не делаешь, смотришь, как другие играют. Любил там, знаете, туда приехать, шайбочку взять, на рыбачка постоять, голик забить и все. Ну, то есть, поближе к полю был. Мыльников играет в тройке со Смирновым и Королюком. И это одно из сильнейших звеньев турнира. Что у тебя за октябрь получился? Откуда это все? Не знаю, просто, наверное, работа плодотворная. Это, не знаю, вот у меня партнеры хорошие, Смирнов-Королюк. И Смирнов такой, говорю, вы договорились, что ли, там? Нет, это просто так и есть. Офигенные ребята, очень приятно с ними играть, нашли общий контакт, химия на льду друг друга, понимаем. И надо цепляться друг за друга и просто играть в свой хоккей, кайфовать на губ. Причем появилось оно с лета. Не было такого, что долго искали сочетания, а потом нашли. Долго вы искали это или сразу же определились? Да нет, где-то на предсезонке получилось так, что посмотрели, кто из ребят больше между собой общается, увидели, что они прям много так ходят. Ходят вместе и решили попробовать. И эта химия, скажем так, вне хоккейной площадки связала их на льду. Оба старшие, да, у Мыльникова еще год, а Смирнов старший. Насколько это помогает, мешает, что последний год? Я думаю, что они сейчас об этом не должны думать. Я думаю, что они должны получать удовольствие от хоккея, от этого сезона. А дальше уже как выйдет, выведет их судьба, так оно и покажет. Я предполагал, что Крылья Советов смогут побороться за место в плей-ин, но теперь думаю, что они могут замахнуться и на первое место в серебре. Да, разрыв с лидерами вроде бы большой, но нужно анализировать сложность календаря. Но появилась интрига, а это лучше моего первоначального прогноза, когда я отдавал пилингство Красной Армии. Крылья Советов. Один матч проиграл только в октябре. Что с командой? Я, честно говоря, не ожидал некоторой победы. Что работаем. Семен Дмитриевич тоже с командой очень близко находится. Мы все очень хорошо общаемся и коммуницируем нормально. Здесь это нормально у тебя с тренером? Все прекрасно. Не заставляет тебя драться? Не, не заставляет. Силовые приемы? Говорит, но я пока что-то не могу найти силовый прием свой. Но и московская «Динамо» после поражения в сет у нее я ругать не буду. Команда выступает выше всяких похвал. Тем более они становятся сильнее. Взяли отличного игрока из «Белых медведей». Ну как же ты Челябинск-то покинул? Я покинул? Да. Ну, неожиданная новость пришла ко мне. Не я покинул. Так случилось в хоккейной жизни. Расскажи, как она пришла в эту новость. Где ты находился и как ты узнал об этом? Ну, после тренировки, может быть, неделю назад позвонил агент, сказал, что интересуется «Динамо». Я как бы так ответил, что особо желания не имею. Мне сказали, ну хорошо. Все, а затем уже дня через два сказали, что все, обмен. Ну так. Так и получилось. Ты не пытался оспорить обмен? Не. А что оспаривать? Не мое же решение. В Челябинске пельмени нормальные? Вкусные? Да. А в Москве? Не очень? Да я и не знаю, где они здесь есть нормальные. Ну, попробуем найти. А сам ты вот понимаешь, что у тебя статистика в этом сезоне, даже в «Белых медведях» была неплохая. Играл ты неплохо. С чем вызван обмен? Что такое произошло? Ну, не знаю. Возможно, засомневались в моих, так сказать, навыках, наверное, что смогу попасть в «Челмет», в «КХЛ», в «Трактор», в «Челмет». Ну, вот так произошло. А ты сильно расстроился в том смысле, что, ну, ты же челябинский, и пришлось переезжать в «Динамо», в Москву? Ну, как бы сначала немножко, да, нервно было, так, как гром среди ясного неба, а так потом нормально осознал. Ты же уже в ЦСКА играл, да, какое-то время? Да. То есть ты знаешь, в Москве метро есть? Да, да, я в курсе. Знаешь, что, троллейбусу? Да, я в курсе. А на МКАД, если едешь, то можешь вот так вот так? Да, да, я в курсе. Все знаешь? Да. А где живешь сейчас? Ну, пока в отеле. Сыграл не очень, скажу честно. И из-за тебя проиграли? Ну, наверное, не из-за меня. Команда проиграла. Ну, а как не из-за тебя? Ну, а почему из-за меня? Так, без тебя все время поиграл. Ну, да, это тоже хорошее. Ну, видимо, из-за меня. Как легко он согласился. А вот Максим Рябышев из Академии Михайлова так легко не соглашается. Наверное, потому он лидер команды по штрафным минутам. 31 минута штрафа у тебя. А, ну, драка была в начале сезона. А? Драка была там, тоже с Атлантом. А что ты такой агрессивный? А это не я был агрессивный, это был соперник агрессивный. Я вратаря защитил. То есть, у вас же, насколько я понимаю, в тюле особо драке не приветствуется. Да нет, почему? Ты за своих, за вратаря. Почему нет? Тренер только поддерживает это. Кстати, Иван Рябкин покинул МХЛ и уехал в ВХЛ. Мне очень жаль. Ну, он пошел на повышение в высшую лигу, во всероссийскую хоккейную лигу. Скажи, ты вот как бомбардир, лучший игрок, но Рябкин немножко не влился, да, в коллектив? Ну, не знаю, тяжело сказать насчет этого. Это надо, я думаю, больше тренерского штаба спрашивать. Так ты же в коллективе, в раздевалке-то, ты больше с Рябкиным общался, а не тренер. Ну, как в коллективе он, как обычно, наверное, как все. Ну, у нас состав ставят не потому, как в рождялке, а как на льду, я думаю, себя показываешь. Да, если колодцы-то не намерен? Не знаю. Ладно, про Рябкина мы все равно скоро все узнаем. Я с вами на этом прощаюсь. Слушайте своих мам. До свидания. Спасибо большое маме моей, что сказала нет, он будет в поле. Не нужен мне еще один браток в семье. Мама сказала? Да, мама сказала. И вот младший брат у меня тоже пошел в поле. Так что вот так. Ну, а как отец отреагировал? Спокойно. Что ему оставалось делать? Сказал, ну ладно, значит будем там пробовать. Зато клюшки классные. Клюшки вообще бомбовые. Да. И форма бы красивее. Клюшки красивые вообще. Обожаю их. Ну, а ведь таскать тяжело, да? Хуже всего форма таскать вратарскую. Ну, да, она тяжелая. Зачем она? В машину не помещалась бы. А маленькая хоккейная. Вогульчик взял маленький, запихнул и все, поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.